Откуда берутся идеи? Идеи берутся от людей. Инновации применительно к бизнесу. Это что конкретно? Каждый инноватор вынужден быть предпринимателем. Тут вообще никак и никаких вариантов нет. Склонность или инновация можно обучиться. Ты должен постоянно задавать вопрос, зачем я здесь, что я здесь делаю, для чего я здесь. Это самая неблагодарная работа быть первым. Татьяна, добрый день. Добрый день. Мы говорим сегодня с вами об инновациях. Термин нам всем известный, но, мне кажется, каждого понимает по-своему. А инновация есть и в жизни, и в бизнесе, и в предпринимательстве, и во всех, мне кажется, сферах нашей жизни. Начнем с того, что это такое. Терминологически. А, терминологически. Есть очень много разных определений, которые тоже каждый умный человек понимает по-своему, но... Давайте скажу, как бы, как я воспринимаю инновации, да, и потом скажу, как их воспринимают разные другие люди, с которыми мы работаем, сталкиваемся, читаем. Но, прежде всего, инновации для меня лично это некие новые, принципиально новые, реализованные идеи, которые принесли человечеству, людям, обществу какую-то пользу. То есть идеальные инновации, собственно говоря, это вот эти вот реализованные идеи, позитивно влияющие на наше общество, позитивно ключевое слово. То есть давайте вспомним всякие инновации из серии оружия и так далее. Вот как-то вот сомнительная история с этими инновациями, хотя они тоже остаются инновациями, ничего не сделаешь в масштабах человечества. Но в целом все-таки очень хочется про что-то позитивное, про развитие, про добро и про созидание. Вот, и поэтому инновации для меня, они все-таки несут какой-то такой позитивный заряд. Вот, то есть это те самые идеи, которые удалось реализовать в практике, которые реально принесли какую-то пользу людям. Вот, это, наверное, мое такое понимание. Кто-то говорит о том, что инновации – это идеи, на которых ты заработал. Инновации применительно к бизнесу – это что конкретно, как явление? Инновации применительно к бизнесу – это скорее все-таки те самые разработки, это результаты интеллектуальной деятельности, в каком-то виде оформленные и коммерциализированные. То есть те, которые позволяют зарабатывать, выстраивать вокруг этого свой бизнес, запускать новые продукты, новые виды услуг и так далее. То есть это вот, наверное, вот так, если о первенстве предпринимательства говорить, то, мне кажется, вот… Не просто идея, но уже продукт, по сути. Это уже продукт, основанный на результате интеллектуальной деятельности. А результаты интеллектуальной деятельности могут быть разных форм. Это может быть какой-то патент, промышленный образец, какой-то новый способ, ноу-хау. То есть вот здесь масса всего, что рождает наши мозги, и оно не растворяется где-то во Вселенной, а приобретает очень конкретные формы и очертания, как их можно применить. То есть когда мы говорим о том, что у нас есть куча всяких интересных идей, это еще не инновации все-таки. Но вот реализованные идеи, которые можно в каком-то виде пощупать, в виде новых продуктов, в виде новых каких-то там вещей, или увидеть, оценить, например, эффект от изменения какого-то способа, вот они, инновации, мы их можем каким-то образом для себя определить, увидеть и посчитать. Бизнес-процессов, менеджмент, грубо говоря, это тоже касается, правильно я понимаю? Абсолютно точно. Есть же понятие организационной инновации, собственно, управленческие. Можно назвать какие угодно. Инновации могут быть вообще во всех сферах. То есть какое бы они ни были, мы можем эпитетом так красиво их назвать. И это вот уже будут такие специфические управленческие инновации, организационные инновации. Перестроил оргструктуру каким-то образом, который для тебя никто никогда не делал, или конкретно в своей компании применил что-то принципиально новое до этого. Ну, была там какая-то линейная система, ты внедрил матричную. Конкретно для тебя, для тебя это как бы инновационный проект. Ну, здесь есть интересная как бы аналогия. Я вспомнила про проект. У нас один из выпускников нашей магистратской программы управления исследованием и разработками инноваций в компании. Он одновременно преподаватель предпринимательства и проектного подхода у школьников. И потом он также работал с нами в наших проектах. Мы и школьников тоже учим, и взрослых детей учим, даже военнослужащих, выходящих в отставку. В общем, смысл в том, что он простым языком пытался школьникам рассказать, что такое проект. Вот просто по этой аналогии можно рассказать о том, что такое вообще инновационный проект, или инновационный бизнес, или еще что-то. Аналогия очень простая. Берем табуретку. Да, вот ты закалываешь языки и табуретку. И, соответственно, первый раз в жизни тебе приходится ее собирать. Вот для тебя это конкретно, вот один раз, когда ты впервые это делаешь, это проект. Тебе нужно понять, прочитать инструкцию, собраться, спланировать, что ты как делаешь. То есть это полный жизненный цикл, вот тебе проект, пожалуйста. Для тех, кто работает на конвейере и производит табуретки для Икеи на потоке, это процесс. Вот разница между проектом и процессом. Если мы теперь прибавим слово инновационный к проекту, вот что такое инновационный проект относительно табуретки? Что такое вообще? Ну, не знаю, вот представьте себе, да, раньше придумал кто-то стул, ну, такой со спинкой, удобный, хороший, да, впилили спинку. Вот это принципиально новое решение, вот назвали табуреткой. В тот момент, когда я придумал табуретку, собственно говоря, это был инновационный продукт в тот момент. Когда кто-нибудь придумает, как эту табуретку сложить в 4, там, в 5, в 10 раз и положить в карман, вот, пожалуйста, тем более еще одна продуктовая, собственно, инновация уже в процессе, да, процесс. То есть вот даже не процессная, а то, как в способе складывания этой самой табуретки. То есть вроде та же табуретка, да, но принципиально инновационный вообще продукт уже. Если ты придумаешь, каким образом тебе, собственно, на конвейере выстроить работу так, чтобы у тебя была какая-то экономия при производстве табуретки, и это принципиально, опять же, новый способ производства, то получается вот у тебя уже как бы производственная инновация, да. Если ты придумал, как в управленческой какой-то линейке внедрить какие-то изменения, да, по производству этих табуреток, выстроить по-другому там людей, команду как-то пересобрать, то же управленческая инновация. Вот такая вот табуретка. А как бизнесу сориентироваться? Вот, например, как понять, есть ли у тебя основания назвать себя инноватором, да, инновационным бизнесом или инноватором, ну, соответственно, предпринимателем, например? Да, мы владеем территорией ларьков по Москве, у нас их два, и они все инновационные. Ну, здесь на самом деле это... Почему нет, в конце концов? Как ни странно, да, я вот именно к этому и веду, что это зависит, прежде всего, от самосознания, от какой-то культуры, да, то есть если команда, если руководитель задал такую культуру от новаторства, да, поддерживает и работу с идеями, или какие-то новые разработки, новые всякие способы что-то попробовать, да, вот он культивирует это в своей компании, то они просто по умолчанию инновационные, что они всегда что-то будут придумывать, всегда будут улучшать, они всегда будут работать на опережение рынка. Вот это как бы культура, не знаю, должно быть уже зашито в ДНК, прежде всего, лидера, то есть лидерские качества здесь выходят на первый план, и то, что он транслирует, соответственно, своим сотрудникам дальше. Я так правильно понимаю, что все-таки упирается в первую очередь весь процесс в управление, в управленческий фактор, менеджмент, то есть отношение людей, да, друг к другу, к сотрудникам, команде. Ну, смотрите, простая логическая связь, да, откуда берутся идеи? Идеи берутся от людей, да, то есть, по сути, все, что мы вот видим как бы в сухом остатке, да, вот в инновационном сухом остатке, это все равно все люди. Соответственно, следующий вопрос мой как раз вытекает из того, что вы сказали. Вот смотрите, с другой стороны зайдем. Если есть так называемый, ну, олдскульный бизнес, условный завод, я не знаю, ну, то есть, примитивное представление, я понимаю, но, тем не менее, вот некое предприятие, и оно решило стать инновационным. С чего начинать? С обучения? С обучения мы, собственно, пошли тем же путем и в высшей школе экономики, то есть мы внедряем элементы обучения предпринимательскими компетенциям во все основные образовательные программы. Просто базовые элементы, которые позволят по-другому человеку просто посмотреть на жизнь, на мир, на то, что он делает, в конце концов, конкретно в своей профессиональной деятельности, каждый день, пересмотреть этот весь bigger picture, что называется, то есть понять свое место, что он может сделать, что он может изменить, где его сильные стороны, получить возможность вот эти все идеи немножечко в голове своей встряхнуть, структурировать, выложить их на бумагу, поделиться с коллегами. С обучения, прежде всего. Вот про обучение поконкретнее. Вот смотрите, мы говорим о том, что все-таки инновации, во-первых, к ним нужно иметь определенную, наверное, склонность, это мой тоже один из вопросов, или этому все-таки можно, давайте с этого начнем, склонность, или можно, инновация, можно обучиться. Ну, здесь, смотрите, как здесь давно-давно идет такой спор о том, можно ли научиться предпринимательству, то есть вообще. Да. То есть предпринимателями вроде, или ты рождаешься с этой жилкой, либо тебе это все совершенно мимо. Но на самом деле наш опыт, собственно, показывает, что предприниматели, это не только люди, которые имеют такую жилку, а это люди, которые еще очень многому научились. То есть какие-то компетенции, у тебя может быть и не быть вот такой вот склонности природной, да, но какие-то компетенции ты можешь приобрести, они будут тебе помогать продвигаться вперед. Потому что у всех есть мечта, у всех есть, ну, скажем, не у всех, у многих есть цель. И умение, собственно говоря, дойти до этой цели, не имея маршрута перед собой готового, да, то есть кто тебе не выдает конкретную карту, делай раз, делай два, делай три, и вот ты в дамках. Нет, так не бывает. Но чтобы дойти, ты должен быть предпринимателем, тебе нужно предпринимать какие-то усилия, уметь видеть возможности, уметь собрать команду вокруг себя, единомышленников. Тут много-много-много чего нужно, чему, в принципе, ты можешь научиться. Это и софт-скиллы те же самые, да, и, собственно, работа над собой во многом, да, и понимание вот этого вот, скажем, процесса вообще, в котором ты находишься. Ты должен постоянно себе задавать вопрос, зачем я здесь, что я здесь делаю, для чего я здесь. Это элементарные вещи, которые, в принципе, хорошо бы, чтобы каждый, каждый себе задавал. Такая рефлексия получается. Ну вот хорошо, компания решила, собираемся, значит, становиться на инновационной рельсе, пойдем учиться. Учиться чему? Учиться куда? Кого обучать, самое главное? Кому это нужно на самом деле? в компании, вот для того, чтобы переориентироваться, в хорошем смысле слова? Ну, смотря какая компания. Если это частная компания, как правило, все начинается с собственника. Ну вот просто практически все начинается с собственника. Мы знаем случаи, когда собственник сам не учился, но почувствовал, что что-то надо, и отправил где-то свой топ-менеджмент на учебу, или начал нанимать людей определенного уровня, склада, да, мышления. Но если, ну, при этом сам, не пройдя вот все эти, скажем, там, стадии, да, обучения, понимания, если он сам не обладает одной и той же риторикой с этими людьми, одним и тем же пониманием, очень часто мы видим, что происходят потом какие-то расхождения в компании. То есть собственник остается при своем мнении, топ-менеджмент при своем, потому что у них есть определенный опыт и понимание этих процессов, а собственник прекрасно знает и чувствует свой бизнес. То есть здесь вот бывают вот такие вот моменты. Поэтому я бы сказала, для частной компании все-таки надо каким-то образом, если собственник участвует в управлении особенно, да, надо начинать с собственников, надо, соответственно, делать какие-то совместные программы с топ-менеджментом, чтобы, опять же, сложилась какая-то единая команда, хотя бы на уровне понимания, общего видения и каких-то общих стремлений. Вот, это очень важно. Начало, получается, у нас все-таки идет от соцкиллс, правильно? От тех самых мягких, скажем так, качеств. Можно, да, но на самом деле можно изучать какую-то другую тему. Можно пойти учиться, пожалуйста, основам интеллектуальной собственности, понять, как это работает, да, но когда ты это все изучил, тебя все равно почувствуешь, что тебе недостаточно вот общей картины. Ты не понимаешь, что, окей, вот это вот есть, а как сделать так, чтобы оно заработало? Вот там у тебя патенты вот на полочке. Многих предприятий их очень много. Но они лежат, вот, и не окры, да, это же огромные отчеты, это вот огромная проделанная работа, и большие бюджеты, да, они лежат. И даже со свидетельствами. И ничего не происходит дальше. Соответственно, здесь надо понимать, как бы немножко с другой стороны, как работает этот мир, как работает этот бизнес, да, где рычаги. И для этого все равно придется пойти еще куда-то, пучиться еще куда-то, еще куда-то. Ты рано или поздно приходишь, ну, чаще всего к нам, или в Сколково, или еще куда-то, да, где тебе позволяют все эти пазлы сложить вот в какую-то единую картину, в единую картину, которая тебе даст возможность системно уже настроить у себя все вот эти процессы инновационные. Потому что они должны пронизывать всю компанию сплошь, ну, просто как Путин, просто по-другому это не работает. Это культура новаторства. Это, собственно, определенное образование и мотивация сотрудников, поддержка сотрудников. Это и выстроенные бизнес-процессы соответствующим образом, чтобы эта вот новаторская культура имела практическую поддержку, да, то есть это должен быть определенный фаст-трек любым новым идеям, да, должна быть понятная механика для каждого сотрудника. То есть если он понимает, как он может свои идеи довести до рынка, до руководства, и он понимает, что это вот-вот раз, два, три сделал, это самый простой и самый действенный путь для того, чтобы компания становилась инновационной. Ну вот вышка у нас, по-моему, с 2006 года аж, казалось бы, да, вот инновация вроде бы там последние лет 10 мы слышим, но на самом деле нет. Вот, занимается как раз образованием в этой сфере. Чем мы в этом смысле отличаемся от конкурентов по рынку? И сейчас какой фокус все-таки на вот в этих образовательных, скажем так, в нашем образовательном сегменте, какой фокус идет на обучении людей инновациям и предпринимательствам, в частности? Ну, мне хочется верить, по крайней мере, до этого я нигде не встречала, что мы первые, кто заговорил о предпринимательской культуре. Предпринимательской культуре, обновационной культуре, культуре новаторства, именно вот совместно. То есть не каждый предприниматель вообще является инноватором. Такую формулу для себя выявили на прошедшее определенного опыта. Получается так, что предприниматели же, да, действительно некоторые занимаются традиционным бизнесом, где, в принципе, для них это что-то новое, но они поставили на рельсы, и дальше оно работает. Ну, вот, не знаю, там хлебный бизнес, там еще что-то, пожалуйста. Если при этом ты занимаешься чем-то инновационным, что-то принципиально новым, все новое всегда встречает сопротивление. И ты должен быть мега-драйвером, должен быть мега-предпринимателем, чтобы продвинуть все эти идеи, довести их до результата. Поэтому каждый инноватор вынужден быть предпринимателем, тут вообще никак и никаких вариантов нет. Вот, поэтому мы в какой-то момент свели предпринимательство инноваций как раз в одно понимание в общее, это понимание культуры, предпринимательской инновационной культуры. И построили, скажем так, определенную модель компетенций, которой необходимо обладать людям, которые хотели бы что-то сделать новое, хотели бы запустить собственный бизнес, реализовать какой-то инновационный проект и вообще, в принципе, быть чем-то принципиально важным для своей компании, ну, таким вот ценным сотрудником, способным, ну, инновационным спецназовцем, может быть, там, мы называем, знаешь, выпускников, который способен с нуля довести дело до успеха и пробить все-все-все вот эти преграды, которые всегда возникают у людей, кто занимается этой деятельностью, всегда. Это самая неблагодарная работа, быть первым. Это правда. Ну, вот про качество мы поговорили, склонность, соответственно, к какой-то рефлексии, начнем с этого. Да, мы очень много рефлексий, да, мы постоянно этим занимаемся. Но, может быть, мы просто их прям назовем списком условно, то есть без этого минимума вам, в принципе, наверное, пока что рановато пытаться переставстать на эти инновационные рельсы. Или можно, ну, если можно так утрировать и совсем упростить. Ну, давайте тогда начнем с того, что первое, все-таки это должно быть хоть какое-то образование общее вот в этой сфере для сотрудников, для, по крайней мере, для ключевой команды компании. Второе, это... Первое, это лидер. Второе, это вот обучение и команда, в которой есть единое видение. Третье, эта команда должна провести честный анализ себя, своего бизнеса, да, и понять вообще уровень зрелости вообще того, чем она занимается. То есть это еще отдельная тема, там много всяких ТРЛ, МРЛ, там, и так далее, вот эта вся история. Они должны это все знать и понимать, чтобы адекватно оценить свою способность перейти на следующий уровень. То есть очень многие компании допускают, например, глобальные ошибки, которые тоже содействуют их какому-то разрушению, там, или неуспеху, просто потому, что они не понимают, что они находятся на том уровне, с которого нельзя прыгнуть на несколько ступенек вперед. Ну, так не бывает. И все равно вынужден, либо быстро ты пройдешь их, либо медленно ты их пройдешь, да, зависит как раз от лидерства, от команды. Ты должен все эти ступеньки преодолеть. То есть по циклу, по этим, по уровню зрелости ты должен пробежаться. То есть вот эта вот лестница, которую нужно всем пройти. И потому важно понимать все-таки, на какой ступеньке лестницы находишься. Это вот третий, наверное, момент. Что еще важно? Здесь, наверное, дальше уже будут процессы. Ну, вот есть такое сейчас понятие, фаст-трек, да, то есть когда внутри компании выстраивается, соответственно, вся линейка бизнес-процессов, позволяющая быстро реализовать какую-то идею. От фабрики идеи там бывают разные, или там по-другому это называют. Систему, когда собираются идеи, от просто рядовых сотрудников компании до уже, собственно говоря, пилотного внедрения, а потом включения это в производство, постановки на поток. То есть вот это вот все занимает огромный цикл. Внутри большой компании, особенно если это компания с государственными частями, это очень долго и тяжело. Но если ты выстраиваешь процесс, если ты прошел все эти стадии, понял, где ты, что ты, понял, с чем можно работать, то есть там уже у тебя какой-то есть план, но нет возможности быстро пройти по этому плану, то тоже ничего не выйдет. То есть должен быть определенный этот выстроен так, своя инфастер-эфф компания. И должна быть, ну вот опять же, здесь, наверное, вернемся к вопросу культуры, да, должна быть культура, которая не, скажем так, не гнобит тех, у кого не получилось. А разве у нас такое сейчас вообще принято? У тех, кто пытался, у кого не получилось. Это вот культура вожительного отношения к неудачам, к неуспеху. Она, боюсь, что у нас практически отсутствует, и это вот большая наша всеобщая беда, потому что, несмотря на то, что у нас есть поговорки за одного битого, двух небитых дают, да, и так далее, на самом деле внутри почему-то у нас это не работает. То есть на подсознании мы всегда делим всех. Ну, ты вот успешный, а ты там неудачник. Так вот неудачник, на самом деле, с гораздо большей вероятностью, вообще, по мировой статистике, да, следующий свой проект запускает на порядок успешнее, чем тот, кто вот впервые его запустил успешно, и, как правило, сделал это в первый и последний раз. А вот интересно, если, например, говорить про инновации, про предпринимательство и про то, как этому, собственно, научиться для своей повседневной жизни, вообще нужно ли этому учиться? Поможет ли здесь наш прекрасный инфобизнес в Инстаграме? Или все-таки стоит вообще чем-то другим, наверное, задачиться, пойти посмотреть в какую-то другую сторону? Что порекомендуете, короче говоря, тем, кто пока сомневается вообще, может быть, идти ли в предпринимательство или нет, получится или нет, и как развить свое инновационное мышление, скажем так? Что можно поизвечать? Ну, если кто-то еще сомневается, для товарищей сомневающихся дня есть плохая новость. Мы уже в том мире живем, так называемом вукомире, нестабильном, быстро меняющемся, абсолютно неопределенном и совершенно хаотичном, где ты не можешь не быть предпринимателем, просто потому что тебе нужно как минимум всегда понимать, где ты находишься, осознавать свою роль, свое место, чтобы куда-то двигаться. Это, знаете, по Кеневине вот эти вот системы, теория систем. Так вот мы сейчас уже вот из сложной системы уже практически живем в хаотичном, туда уже шагнули, там нету даже точки опоры, то есть точку опоры в себе надо сначала находить, прежде чем что-то производить для других. И вот в этом смысле вот эту точку опоры, ты ее никогда не найдешь, если ты не умеешь с этим работать, предпринимаясь таких компетенций определенных базовых, в тебе как бы тебе не хочется ничего делать. У тебя должно быть какая-то самомотивация, у тебя должно быть какое-то стремление вообще что-то как-то реализоваться, договориться с кем-то, потому что, опять же, любые предпринимательские проекты это прежде всего командная работа. Это работа по определенным правилам, умение общаться с людьми, договариваться, делать так, чтобы у тебя был баланс чувств и результатов. Просто очень много, ну это вот не группа поддержки, где у них вот чувства все время перевешивают, да, и не чисто жесткая структура, в которой только результаты и больше ничего вообще человеческие чувства не имеют значения. Это должен быть какой-то баланс, да, вот движение, как бы вот которого ты начинаешь развиваться. Собственно, тут вот, к сожалению, да, нам всем, мы все вынуждены быть предпринимателями в той или иной мере. Поэтому, если инфобиз, инфобиз прекрасно работает для того, чтобы сообщить людям вообще-то вот эту вот новость. Вдохновиться получить, замотивировать кого-то, тоже работает. Но дальше надо включать все-таки вот эту вот саморефлексию, да, и отвечать для себя на вопрос вообще, что я буду дальше делать, зачем мне это, да. Например, наши курсы, вот наши курсы, по крайней мере, для начинающих предпринимателей построены по такому принципу. Ты что-то пробуешь, начинаешь работать с идеями и так далее, но в какой-то момент ты заставляешь простейшую бизнес-модель, отвечая для себя и останавливаешься, отвечаешь на себя на вопрос, буду ли я дальше этим заниматься, вот насколько я готов эту идею нести своему другу, там, найти инвестора, пойти в банк, там, еще что-то сделать, да, готов ли я вообще в это ввязываться. Ты должен постоянно вообще-то помнить именно об этом, прежде всего, потому что если ты ввязался, дальше уже тянется большая-большая история. И если ты не готов внутренне идти до конца, то лучше не браться. Хорошо. Мне вот, собственно, интересна тема как раз корпоративной культуры, про которую вы говорите, потому что она, получается, у нас такой фундамент для того, чтобы вот эта история с предпринимательством даже внутри компании или просто с попыткой придумать что-то новое, да, она развивалась. Как, собственно, какие есть шансы у наших больших корпораций, например, у наших бизнесов, вообще, что они хорошего делают сейчас в этом направлении, чтобы вот эту корпоративную культуру поменять и сделать ее более дружелюбной? То, что я вижу сейчас, многие компании обращаются уже с задачами даже к нам провести обучение не для инновационного подразделения этой компании, а для всех других подразделений компании, которые не являются по умолчанию, у которых нет шильдинга, шильдика, да, инноватор. То есть это там транспортный цех, производственный. Все, 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 да. И производство, и менеджмент, и закупки, все. То есть разные подразделения, которые напрямую, казалось бы, вообще с этим не связаны. На самом деле, конечно, связаны. То есть просто в компании уже процессы постепенно настраиваются, и теперь есть задача вовлекать людей. И это очень сильно радует, потому что у нас есть именно вот такие вот обращения, и они как-то очень вдохновляют, потому что это свидетельствует о том, что все-таки развивается культура и в компаниях она тоже развивается. Людей стараются мотивировать, как-то вовлечь. Это самая основная задача, чтобы люди понимали, на что они работают, где их место в этой всей инновационной истории, да, то есть что они могут сделать для этого, насколько от них что-то зависит. Это здорово. А еще такой вопрос. Вот у нас сейчас принято, опять же, жанглировы терминами, у нас есть, собственно, действительно модернизация, инновация, цифровизация, вот что-то вот все время в каком-то в одном ключе для очень многих людей, при том, что они считают, например, что даже они разбираются, понимают отличия, естественно, одного, ну, как бы мы понимаем отличие одного термина от другого, но с точки зрения специальности, вот, например, сейчас есть там профессия директор по цифровизации бизнеса, например, это вот история как раз из сегмента инновации и предпринимательства, или это что-то другое, или это ответвление, как это, в общем, можно поместить в научном сегменте? Куда? Ну, знаете, можно как бы ниши такие быстрые для каждого нового такого явления, там, не знаю, директор по продукту, да, по новым продуктам возникает, еще какие-то там новые должности, CDO там и так далее, но все эти люди занимаются принципиально новыми вещами, конкретно для этой компании, иногда даже и для какой-то, для отрасли, то есть в широком смысле слова это все, скажем, специальности класса инноватор, вот, и здесь применимы те же самые компетенции, которые применимы к людям, которые называются инноваторами, просто по своему определению, там, руководитель инновационного какого-то блока компании, директор по инновациям, да, не знаю, там, начальник управления инновационной деятельности, и так далее, все вот эти вот вещи, да, они также применимы и к ним. Ну, то есть, по сути, если так финализировать наш с вами разговор и говорить, собственно, о том, что является, так сказать, фундаментом инновации и вот, собственно, этой сферы, это все равно отношение человека к человеку, это человеческий фактор, умение общаться, умение коммуницировать и находить общие цели, правильно? А, да, но только относительно создания и реализации чего-то нового, то есть принципиально новых вещей, которые сначала были какой-то мыслью, а потом материализовались реализовались в что-то, чем мы пользуемся каждый день, что становится частью нашей повседневной жизни, что меняет рынки, что меняет технологии, в принципе, меняет планету в лучшую сторону. Я еще один провокационный вопрос сюда подкину. В каком смысле? Например, есть всякие разные рейтинги инновационных компаний. Они есть там российские, зарубежные, самые-самые разные, как всегда, на любой вкус, что называется. И, опять же, сейчас, например, по-моему, в одном из последних рейтингов прошлого года на первых местах, естественно, была фарма, ну, то есть компания из сегмента фармацевтики, да, там, собственно, где-то были классический набор IT-компаний, вот, появились компании, меня удивило, не то чтобы удивило, это просто как такой маркер времени тоже, компании, которые, собственно, разрабатывают технологии, в общем, по борьбе с фейками и так далее. Вот зачем будущее? То есть на какой сегмент стоит обратить внимание вот в смысле инновации и развития? Вот как раз в контексте нашего обсуждения, мне кажется, это всё-таки образование прежде всего, потому что образование позволяет людям быть более креативными, шире смотреть на мир, появляются новые идеи, всё идёт отсюда. А дальше, дальше это всё реализуется в определённых отраслях, с которыми они начинают работать. Ну, вот, с образовательных... У нас просто всё, что в нас есть, что мы можем дать миру, оно закладывается во время школьных годов, с воспитанием и так далее. Вот есть высшее образование. Высшее образование всё-таки пытается очень интенсивно человека прокачать. Есть сейчас тенденция к тому, что образование люди получают вообще самостоятельно, вообще с разных источников. Так вот, всё, что они набирают, вот этот большой массив, вот эта теха, это, мне кажется, в моём понимании, это самое сейчас основное, базовое. То есть это позволяет развиваться человеку, а если развивается человек, соответственно, он может реализовываться в разных уже отболостях и сферах. Наверное, я бы поставила сейчас на это всех. И мой традиционный вопрос для тех, кто хочет к нам прийти учиться или пока сомневается в этом, но, может быть, раздумывает. И вообще, ну, в целом, в целом интересуется тема инноваций. Что вы порекомендуете для общего кругозора? Почитать, посмотреть, на кого подписаться, может быть, что послушать? Какие ресурсы можем рекомендовать? Ну, для начала, скучную, но основополагающую методическую литературу под названием «Руководство ОСЛО. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям 2005-2006 год». Изданное на русском языке и везде находится в интернете легко. Это основа методологии, вот сейчас, которая признана, в принципе, во всём мире по этой тематике. Считайте, дилемму инноватора Клейтона Кристенсена или Стива Бланка «Стартап. Настольная книга основателя». Есть Эрик Рис «Бизнес нуля» с методологией «Линстартап». И это вот следующий блок, да? И в целом есть ещё вышкинские же издания. И это тоже, скорее, такая серьёзная, на самом деле, литература. Журнал «Форсайт», который выпускает Институт статистических исследований экономики знаний в школе экономики. И онлайн-журнал «Стимул», который выпускает Институт менеджмента инноваций. Это команда бывшего инновационного бюро журнала «Эксперт». До 2010 года, если почитать выпуски журнала «Эксперт», самые прекрасные статьи, глубокие, интересные по инновациям научно-технической деятельности. Простым языком, сложных вещах, с цифрами. Вот это пишут коллеги. И на совсем другой стороне спектра самого широкого. Роберт Линасприн. Мифология, фэнтези. Очень лёгкая история. Совершенно напрямую, нигде не написано ни предпринимательства, ни инноваций, ни одного скучного слова. Одни сплошь приключения, но прочитав и прожив истории Скива и его напарника Аза, можно, в общем, почувствовать себя реально в шкуре предпринимателя и инноватора, как, мне кажется, часто себя чувствуют настоящие предприниматели и инноваторы. Вот где-то вот в фэнтезийном сериале. Мы обязательно всё укажем, все ресурсы укажем в нашем инфобоксе. Обратите внимание, если есть уже кто-то, кто прочитал, ознакомился, оставляйте комментарии под нашим видео. Спасибо вам большое. Спасибо вам.